На телеканале Оркин Медиа новости в студии Ольга Сивоха. Здравствуйте! Сегодня информационная служба расскажет о самых громких, важных и интересных событиях уходящей недели. Мы начинаем итоговый выпуск. Смертельный переворот. Две машины столкнулись и перевернулись. Возле станции Балхаш один человек погиб. Водитель Саки лежал вот здесь, тот водитель лежал там. В ловушке в Балхаше пятилетний мальчик застрял в железобетонной тумбе. Мы сами вручную идем. Принудительные меры пять балхашцев с начала года через суд направили на лечение от алкоголизма. Это один из видов лечения. О происшествиях недели. В четырех километрах от Балхаша столкнулись две машины. От удара оба авто перевернулись. Водитель одной из легковушек скончался в больнице. ДТП произошло вчера днем в начале третьего в районе станции Балхаш. По предварительным данным, ОК и Лада Ларгу съехали со стороны города. Малолитражка начала поворачивать влево. В это время Лада выскочила на встречную полосу и врезалась в вакуум. От удара обе машины перевернулись. Кто-то обгонял. Малолитражка там, он поворачивал сюда. Вот этот водитель Саки лежал вот здесь. Тот водитель лежал там. Ну, вроде бы они все нормальные. Говорят врачи, что они в состоянии. Тот ходил, двигался, а этот вообще в состоянии тяжелое было. Скорая быстро приехала. Помогал им. Выносили вот эти каталки, грузили людей. На место аварии выехала группа трассового медико-спасательного пункта. Двух человек, водителя ОК и пассажира Лады госпитализировали. Последнего после осмотра медики отпустили на амбулаторное лечение. 40-летний Балхашец, который был за рулем ОК, спустя два часа скончался в больнице. В Балхаже 5-летний мальчик застрял в железобетонной тумбе. Чтобы вызволить ребенка из ловушки, родителям пришлось вызвать спасателей. У специалистов ушел час на спасение. Инцидент произошел в районе старой площадки. Во время прогулки 5-летний ребенок залез на железобетонную опору. В отверстие для столба мальчик уронил игрушку. Сам попытался достать, но назад выбраться не смог. Не удалось вызволить ребенка и родителям, которые пришли на зов малыша. Они вызвали службу спасения. Вместе со спасателями на место приехала скорая. Спустя час ребенка вытащили и передали медикам. Две специальные автотехники выехало. Это аварийно-спасательная машина у нас. На базе КАМАЗа с пневмодомкратами, с оборудованием. Ну, она нам не понадобилась. Мы сами вручную взлетели. Дальше передали сотрудникам бригады скорой медицинской помощи, где они отвезли его в центральную больницу, сделали снимок. Угрозы для жизни ребенка нет. Жителя Блохаша на два года отправили на принудительное лечение от алкоголизма. Мужчина не хотел добровольно отказываться от пагубной привычки. В специализированное заведение его определил суд. С начала года в закрытую лечебницу направили пять человек. При каких условиях принимается такое решение и кто его выносит, расскажем в сюжете. У пациентов наркологического диспансера время приема лекарств. Сейчас в стационаре проходит лечение 17 человек, четверо из которых наркозависимые. Остальным употребляют алкоголь. В заведении больным проводят дезинтоксикацию и консультируют психологи. Волхашское отделение принимает исключительно добровольно. Если пациент отказывается бросать пагубную привычку, его направляют на принудительное лечение. С начала года в спецлечебницу Саране определили пять человек. В прошлом году таких было восемь. Решение выносит городской суд. Принудительное лечение в нашем диспансере осуществляется по нашему ходатайству через городской суд. Это один из видов лечения, когда наши пациенты не согласны с добровольным лечением, когда эффекта от добровольного лечения, от традиционного нет, когда отсутствует мотивация на отказ спиртных напитков. По заявлению родственников мы рассматриваем... Есть специальная комиссия, судебно-наркологический эксперт. В последнем случае суд постановил направить жителя Болхаша в специализированное учреждение Сарани на два года. Это максимальное время лечения – минимум шесть месяцев. Сроки устанавливают в зависимости от тяжести заболевания. Сроки устанавливает врач-эксперт. Если он пациент сохранный, имеется у него, он впервые направляется на это лечение, то от шести месяцев где-то до двух лет. Естественно, условия там ограничены. Есть ограничения в режиме у этих пациентов. А лечение осуществляется такое же, как и в любых других наркологических учреждениях. По словам специалистов, на принудительное лечение направляет тех, кто употребляет спиртное больше десяти лет. Как правило, у этих людей нет семьи, работы и есть административные нарушения. Если человек сам стремится избавиться от зависимости, он может пролечиться в Болхашском диспансере. Также есть возможность пройти бесплатную реабилитацию в заведениях Павлодара, Караганды и Астаны. В них в этом году добровольно отправились три человека. Болхашские водители задолжали государству около 30 миллионов тенге за нарушение правил дорожного движения. Почти 4 тысячи человек не оплатили штрафы вовремя, и правоохранители совместно с судоисполнителями вышли в рейд. У должников описывают имущество и конфискуют технику. В городе проходит акция «Должник». Подробности далее. Один из первых адресов – пятиэтажка в микрорайоне Ждебай-Батыра. В марте жилец одной из квартир попался полицейским за вождение без страховки. Ему выписали штраф в 24 тысячи тенге, однако водитель до сих пор не погасил задолженность. У вас имеется штраф неоплаченный, который возбужден исполнительным производством в отношении вас. То есть в случае погашения данного штрафа мы имеем право описать имущество, то, что подлежит для реализации. Понятно, да? Да, действительно. Неоплаченный штраф стоил мужчине телевизор, а за долги судебный исполнитель описал имущество и конфисковал технику. Если в течение месяца должник оплатит взысканием, телевизор ему вернут. В противном случае выставят на торги. С 17 сентября по 21 сентября 2018 года ОПМ Боржкер. В данный момент в этом мероприятии применяют, в основном проходят инспектора ОВД города Балхаша. Они принимают участие, проходят по месту жительства, по квартирным, получается, или по месту работы, неоплаченных штраф задолженников. Да, они могут имущество свое вернуть, но после оплаты штрафов указаны. С начала года полицейские Балхаша составили административные протоколы в отношении почти 8 тысяч человек на 61 миллион тенге. Половина нарушителей оплатила штрафы и перевела в казну больше 30 миллионов тенге. В должниках сейчас числятся еще около 4 тысяч водителей. Они задолжали государству почти 30 миллионов тенге. У них остался последний шанс перевести деньги, иначе придется заплатить еще один штраф. Сейчас должники могут оплатить, находящие у них штрафы, получается, с начала года, по данным временем, которые имеющиеся. Они могут оплатить, если не уплаты своевременно, в течение 40 дней. По ним будет составлено 17 протокол по статье 669. Либо судом будут налагаться до 5 МРП, это в сумме 12 тысяч 25 тенге, либо арест от сутки до 5 суток. Жители Балхаша штрафуют за нарушение правил выгула собак и кошек. За полгода почти сотни горожан заплатили за своих питомцев. Это владельцы животных, чьи любимцы гуляли без поводка и намордника. По 408 статье административного кодекса нарушителям грозит предупреждение или штраф 7 тысяч тенге. Балхашские полицейские составили протоколы на 97 человек и выписали взыскание на 72 тысячи тенге. По правилам, выгуливать собак нужно на коротком поводке и в наморднике, за исключением декоративных пород. При этом животным нельзя находиться на детских дворовых и спортивных площадках, на территориях дошкольных и учебных заведений, лечебных учреждений, в парках и местах массового отдыха. Мы продолжаем выпуск, смотрите далее. Колючая профилактика. Почти 500 балхашцев привились от гриппа. До прививок дети не должны болеть. Проездная льгота. Кто может воспользоваться бесплатным такси? Все поездки мы делим на две машины. Взятая высота. Житель Балхаша покорил один из пиков Тяньшаня. Это сложный маршрут. Там сыпучка, тем более, в которой сыпаются эти камни. Балхашская ТЭЦ пополнила угольные запасы перед началом отопительного сезона. Твердое топливо закупили для города, в том числе микрорайона Кунрад и для поселка Саяк. Подорожание угля в этом году ощутили жители частного сектора. Тона топлива для них обойдется от 11 до 20 тысяч тенге. Обо всем подробнее далее. На Балхашской ТЭЦ уже готовы к холодам. Для предстоящего отопительного сезона закупили 130 тысяч тонн угля и больше 800 тонн мазута. Этих запасов хватит, чтобы крыть балхашцев два с половиной месяца. Остальную часть в город завезут после ремонтных работ на станции. Сейчас идет активная фаза подготовки к зиме, завершающая ремонт подпиточного узла. Это ремонт узла горячего водоснабжения города. Работы выполняются по капитальному ремонту котла номер 9, турбины номер 6. Работы пока ведутся в графике. Отставания пока большого нет. Если будет отставание, будем нагонять. А в микрорайон Кунырад и поселок Саяк уже завезли по 50 вагонов твердого топлива. В каждый населенный пункт больше 3000 тонн угля. До конца октября запасы пополнят еще семью тоннами топлива. Тепло в квартирах жителей обошлось местному бюджету больше двух сотен миллионов тенге. Подготовка идет к отопительному сезону в полном объеме. И качество угля проверяется у нас в центре Геоаналлит в городе Караганда. Это экспертиза, есть заключение, где уголь полностью соответствует 100% всем необходимым требованиям для котловых установок. Для жителей частных домов с печным отоплением уголь в этом году обойдется дороже. Сейчас 1 тонна твердого топлива стоит от 11 тысяч до 20 тысяч тенге без учета доставки. Довести уголь до дома обойдется в 4-5 тысяч тенге за рейс. По 15 было позавчера, что ли? Ну, кончилось. Теперь еще будет, говорят, вагон. Как будет? Тогда только. А сейчас нету. 15 на 1 тонна они продаются. А у меня доставка. Куда вам надо доставить? 64-й? Да. 6 тысяч со старого вокзала. Тонна сколько будет? Где-то 4,5, наверное, будет. Шубаркутский. Волхажцам рассказали о преимуществах и необходимости социального медицинского страхования. В город приехали руководитель службы общественного здоровья и главный эксперт фонда социального медицинского страхования Карагандинской области. На встречу в здании Норутан пришли преподаватели, работники медучреждений, других организаций города, коммунальщики. Волхажцам объяснили, что выплаты по медицинскому страхованию должен вносить каждый, кроме 14 категорий, в числе которых дети, люди с ограниченными возможностями всех групп, зарегистрированные безработные, осужденные и уралманы. Взносы за эти группы вносит государство. А чтобы узнать свой статус застрахованности, необходимо обратиться с заявлением в ЦОН. Справка с полными данными о перечислениях выдается в течение трех дней. С 1 июля 2018 года у нас запущена государственная услуга, можно обратиться в ЦОН и узнать, застрахован гражданин или нет, отчисляются за него взносы работодателям или нет. В Булхаша началась вакцинация от гриппа. В город завезли больше 8,5 тысяч доз препарата. Первыми прививку здоровья получат пациенты группой риска, дети, беременные женщины и пожилые люди. Какую вакцину используют в этом году и какие есть противопоказания, расскажем в сюжете. Сегодня первые пациенты прививочного кабинета первой поликлиники – медики. Врачи постоянно контактируют с больными, поэтому нуждаются в иммунитете от гриппа. Подарит его вакцина Гриппол Плюс, та же, что и в прошлом году. Препарат подходит взрослым и детям, но есть противопоказания. Противопоказания беременным, которые первым тримесяцем работ им не делаем, а вторым и третьим тримесяцем делаем прививку. До прививок дети не должны болеть. Должны быть здоровыми и температуру тоже не должно быть. Две недели должны быть, медотвод будет. Для взрослых есть острые заболевания будут и хроническая болезнь, которая обостряется. В город завезли больше 8,5 тысяч доз вакцины от гриппа. 5,5 тысяч направили в первую поликлинику, остальное во вторую. В первую очередь вакцинируют пациентов из группы риском. В нее входят медики, часто болеющие дети, беременные, пожилые, старше 60 лет и люди, состоящие на диспансерном учете. Бесплатную иммунизацию от гриппа уже прошли около 500 человек. Медики планируют охватить 10% всех пациентов. Привиться могут и все желающие, но уже на платной основе. Скоро в город поступит вторая партия препарата. Платную прививку можно делать, когда вторая часть будет у нас. В первую очередь должен быть подойти к своему участковому врачу, должен запись делать, чтобы не противопоказано на прививку. И тогда можно делать прививку. Виктория Буханцева, Руслан Сипен, Уркин, Медиа. Болгарцы смогут поменять поликлинику и участкового врача. В городе стартовала кампания по свободному прикреплению. В течение двух месяцев есть возможность перевестись в медучреждение вне зависимости от района прописки. Зарегистрироваться в поликлинике можно двумя способами – прийти лично и онлайн. Через портал ЕГОФ необходимо авторизироваться на сайте электронного правительства, выбрать услугу прикрепления к медицинской организации, оказывающей первичную медицинско-санитарную помощь. Далее заполнить заявку. Узнать об обработке данных можно в личном кабинете в разделе «История получения услуг» в течение одного рабочего дня. Другой способ заполнить заявление – непосредственно в регистраторе поликлиники. С собой нужно взять удостоверение личности. Компания прикрепления проходит один раз в год и длится до 15 ноября. Заявление произвольно пишет на регистраторе и все. И буквально в течение нескольких, ну, 5-10 минут можно будет его прикрепить. Когда человек прикрепляется к одной поликлинике, но живет на территории другой, то есть он, врачи с первой поликлиники к нему ходить не будут. То есть на дом. В Балхаши продолжает свою работу социальное такси для людей с ограниченными возможностями. В день машина делает около 30 поездок и бесплатно доставляет балхашцев до места назначения. Сейчас в службе инвотакси работают две машины ежедневно с 9 до 6 вечера. Каждая принимает около 30 вызовов в день. В субботу и воскресенье выходной. Воспользоваться бесплатной услугой могут жители, зарегистрированные в городском обществе инвалидов. В месяц балхарцам дается по 4 поездки. Для их получения необходимо сдать удостоверение личности, справку, подтверждающую инвалидность и написать заявление. Полную информацию можно получить по номеру 41961. Все поездки мы делим на две машины. В основном маршруты это больница, диагностический центр, иногда поликлиника заводская. Бывает, что иногда не успеваем по времени, но стараемся не опаздывать. С 1 октября представители почти 30 видов бизнеса, которые работают по упрощенному режиму налогообложения, обязаны установить онлайн-кассовый аппарат. После срока предприниматели ждет штраф больше 35 тысяч деньги. Изначально установить контрольно-кассовые аппараты бизнесменов обязали в 2015 году. Тогда в список вошли 10 представителей розничной торговли, аудио-видеотехника, мебелью, рестораны, салоны красоты и другие. В этом году к ним добавили еще 17 видов деятельности. Теперь фиксировать денежные операции через контрольно-кассовый аппарат обязали рекламные агентства, представители оптовой торговли, напитками и фармацевтическими товарами, продавцов автомобилей и запчастей. Полный перечень видов деятельности можно узнать в управлении государственных доходов. Налогоплательщикам необходимо установить онлайн-кассовые аппараты. До 1 октября 2018 года после будет отправлено уведомление, и в течение 30 рабочих дней вы должны их устранить. То есть невыполнение налогоплательщиков законных требований органов государственных доходов влечет административную ответственность. Житель Балхаша покорил один из пиков Тяньшаня. Около 150 альпинистов-добровольцев совершили массовое восхождение на безымянную вершину и назвали ее 20-летие Астаны. Как покорялась высота в материале Виктории Буханцевой. Житель Балхаша Нуржан Калдыбаев в свои 24 года покорил не одну вершину. Взбирался на горы Бектауата, Каролинска, но самую большую свою высоту взял на днях. Вместе с группой альпинистов из разных стран он дошел до пика Тяньшаня. Раньше я не занимался, но я любил горы. Я искал шансы, где можно подниматься, где можно почувствовать силы и гор. И нашел через интернет «Казахтуризм». 150 человек из Украины, России, Турции и разных регионов Казахстана собрала национальная компания «Казахтуризм». В команде оказались начинающие и опытные альпинисты разных возрастов. 150-150 грамм, 120 грамм, чтобы сердце будет хватать. Пацаны, дыхание. И такие конкурсы, терпитесь. 12-часовое восхождение провели на безымянную вершину в Сайрам-Угамском национальном парке Туркестанской области. Высотой почти 3,5 тысячи метров. Пик получил название «20-летие Астаны». До него дошли только 35 человек, в том числе и Нуржан Калдыбаев. Это сложный маршрут, там сыпучка тем более, в которой сыпаются эти камни. Было сложно, не скажу, что легко было, но было трудно. У меня шла борьба. 2000 метров поднимаясь, я думал, сдаюсь, все. Потом, как там, набралось, в последний момент набралось силами и восходил на эту вершину. В Стэньшане Балхашец привез сертификат участника и море впечатлений. Останавливаться на этом он не намерен и планирует постигать новые вершины. Ну, я думаю, это не мое последнее восхождение. Думаю, там дальше продолжать, как будут шансы, как будет, ну, как удача, как надеюсь, так. Виктория Пуханцева, Серик Кисибаев, Оркинмедиа. В эти выходные у Балхаше будут определять лучших борцов Казахшак-Юрес, которые представят наш город на областном турнире. А в музее расскажут о Герои Советского Союза в вере Харужей. Какие еще мероприятия пройдут у нас в ближайшие 7 дней, расскажем в афище. Именно истории в этом году исполняется 115 лет со дня рождения Героя Советского Союза веры Харужей. В честь этого в городском музее 27 сентября открывается выставка. С 11 утра посетителям будут рассказывать о биографии разведчицы, имя которой носит одна из улиц города, и годах ее работы в Балхаше. О физкультурно-оздоровительном комплексе будут выбирать лучших борцов Казахшак-Юрес, которые представят город на областном турнире. Соревноваться будут спортсмены от 14 до 20 лет в весе от 55 до 100 килограммов. Участников и болельщиков ждут 22 и 23 сентября в 16.00. В последние теплые дни в городе продолжаются субботние дискотеки. Вместо танцпола – городская набережная. Начало в 7 вечера. Виктория Буханцева, Руслан Сипенов, Кеннедиа. Останчанин оставил сумку с телом сожительницы возле рынка Шанхай. Больше полутора тысяч дамбристов Уральска одновременно сыграли произведение Курмангазы и установили новый рекорд. Один из поясов может вернуться в следующем бою к Геннадию Головкину. Обо всем по порядку в рубрике «Дайджест». Похороны в сумке. Житель Астаны оставил хозяйственную сумку с телом сожительницы возле рынка Шанхай. В этот же день правоохранители установили личность погибшей. Ей оказалась 26-летняя гражданка Узбекистана. Экспертиза показала, что женщина умерла от интоксикации организма, туберкулеза внутренних органов. Полицейские задержали 30-летнего мужчину. Останчанин рассказал, что сожительствовала с умершей в течение трех лет. У них совместный двухлетний ребенок. Женщина скончалась от болезни. Не найдя возможности похоронить ее, мужчина оставил тело подруги в сумке на дороге и скрылся. Полицейские задержали его в Туркестанской области. Ребенка поместили в Центр адаптации несовершеннолетних Астаны. Всем Домбра! В Уральске 1700 домбристов сыграли Кьюи-Курмангазы и установили новый рекорд. Для воплощения задумки на площади первого президента Республики Казахстан собрались представители различных ансамблей, музыкальных коллективов, оркестров, студенты и школьники. Самому юному участнику было 4 года, старшему 80 лет. Они исполнили два произведения Курмангазы, Адай и Балбраун. После Акиму Западно-Казахстанской области вручили сертификат с подтверждением, что акция вошла в Казахстанскую книгу рекордов. Предыдущий рекорд принадлежит Атераутсам. Тогда в акции участвовали чуть больше тысячи человек. Внимание, вкладчики! В Казахстане утвердили предельные ставки и вознаграждения по депозитам. Если раньше процентная ставка по депозитам в национальной валюте не превышала 12%, то с 1 октября 2018 года при соблюдении условий договора банка вкладчики могут получить вознаграждение до 13%. Кроме того, сбережения физических лиц будут классифицироваться как срочные, несрочные и сберегательные, а ставки и вознаграждения будут учитывать исходя из срока и вида вклада, права досрочного изъятия и пополнения. Вклады в иностранной валюте остались неизменными и не выше 1%. На сегодняшний день участниками системы гарантирования депозитов являются 27 банков. Снова в бой! Геннадий Головкин сможет вернуть один из поясов чемпиона мира. Несмотря на то, что в титульном бою Сауль Айварес победил казахстанца по очкам, пояс чемпиона по версии Айбио мексиканец не получит из-за отказа оплатить санкционный взнос. Теперь вакантный титул будет разыгран между следующими претендентами, за которым может побороться и Геннадий Головкин. Также тренер казахстанца озвучил имена потенциальных соперников спортсмена. В список вошли боксеры Билли Джо Сондерс, Деметриус Андраде, Риотто Мурат. Такой была уходящая неделя, а мы вам желаем в жизни только хороших новостей и событий. До новых встреч в эфире! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова